Всем привет и в этом видео покажу вам как установить Alas Drift мод у GTA 5. Это самый популярный скриптовый мод, который добавляет дрифт в сюжетный режим GTA 5. После установки этого мода вы сможете дрифтить даже на кастомных автомобилях. Я давно показывал установку этого мода и обзор, но сегодня я решил записать ремастер, чтобы показать вам, что мод работает, так как он является одним из самых популярных. Чтобы установить этот мод, нужно скачать его с сайта GTA 5 Mods. Также нужно скачать скриптук 5. После этого открываем папку игры GTA 5 и открываем скриптук 5. Открываем папку bin и копируем файл D.8 DLL и скриптук 5 DLL папку игры GTA 5. Дальше открываем архив мода Alas Drift и копируем все файлы кроме текстовых папку игры GTA 5. Мод успешно установлен. Сейчас я запущу игру GTA 5 и покажу вам как пользоваться этим модом. После запуска игры GTA 5 вы сможете использовать дрифт мод на любом автомобиле. Для начала я покажу вам как работает этот мод с кастомными аддон автомобилями. И для того, чтобы открыть меню LS Drift, нужно нажать на клавишу F3. В этом меню вы увидите разные функции этого мода. И для того, чтобы включить функцию дрифта, нужно выбрать первую строку этого меню. После этого начните движение автомобилем. Для того, чтобы начать занос автомобиля, нужно удерживать клавишу Shift. И после нажатия этой клавиши вы сможете дрифтить, даже используя кастомный автомобиль. Я недавно играю с этим модом, поэтому у меня плохо получается. Но если научиться, тогда вы сможете очень хорошо дрифтить. Преимущество этого мода в том, что вы можете включить дрифт в любое время, даже на ровной дороге. Этот мод будет работать даже после замены автомобиля. Поэтому достаточно включить мод один раз в начале игры. И мод будет работать на протяжении всего сеанса игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тогда вы можете починить автомобиль, используя функцию этого мода. В меню этого мода вы сможете заспаунить два автомобиля. Это Футо и Курума. Это стандартные автомобили. И я думаю, что автор мода ориентировался на эти автомобили во время создания мода. Поэтому дрифтить на стандартных автомобилях намного легче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Второй автомобиль это Курума. Он полностью полноприводный. Поэтому этот мод работает даже на полноприводных автомобилях. Это один из самых популярных дрифт модов на данный момент. Поэтому я показал вам, как его установить. На этом все. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.